Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как я снимала свое первое жилье в Лондоне. Итак, напомню для тех, кто не знает мою историю. Изначально я приехала в Лондон обучаться в школе английского языка. И первые полгода я жила у брата, который недавно приобрел в ипотеку дом на Стратфорде. И там помогала ему клеить обои, красить стены и в то же время ежедневно ездила в Фуллам, практически на другой конец города, каждый день обучаться английскому языку. И так как прошло уже полгода, я уже оформила все свои документы, начала входить в колею, ремонт с домом брата закончился, мы посадили сад, обо всем об этом я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И брат сказал, что мне бы пора уже начинать искать работу и снимать свое жилье. Как раз в тот момент к нам в гости приехала мама, и она решила помочь мне в поиске жилья. Мы стали с ней рассматривать разные варианты. На тот момент на моем счету оставалось полторы тысячи фунтов, это примерно 150 тысяч рублей. Изначально я приехала с двумя тысячами, которые я получила за продажу своего автомобиля здесь в России. То есть за полгода 500 фунтов я потратила, не снимая при этом жилье и не имея работы. Жила на широкую ногу, можно так сказать. Но вот когда брат сказал, что мне пора двигаться дальше самой, таким образом подтолкнул меня к самостоятельной жизни в Лондоне, я решила снимать свое жилье не на Стратворде, где сингл-рум, то есть комната для одного человека, стоила примерно 70-80 фунтов в неделю. Это 7-8 тысяч рублей. Это был 2011 год. Мне надо было бы снимать жилье рядом с колледжем, где я училась на курсах английского языка. А это был Фуллам. Фуллам достаточно дорогой район, это уже западный Лондон считается. И там я даже не стала рассматривать варианты, так как на тот момент комната стоила 150-200 фунтов в неделю в том районе. Я решила посмотреть комнаты в близлежащих районах. И вот в районе Вимбелдона на Сосфилдс я нашла одну комнату за 90 фунтов в неделю. Это была очень-очень маленькая комната, буквально 2х2 метра, может 2х3, где умещались только кровать, шкаф и стол с телевизором. Комната была в 4-комнатной квартире, где в остальных комнатах жили пары. То есть это получается 7 человек в 4-комнатной квартире вместе со мной. И санузел был только один. Я подумала, такие неудобства. Маленькая комната, 7 человек на один санузел. Кухонка там тоже была очень-очень маленькая. И 90 фунтов в неделю платить мне было не с руки. Решила поискать еще. Нашла одну комнату за 100 фунтов в районе Роэхамптон. Она была достаточно большая, светлая. Там была приличная мебель, кровать, комод, шкаф. В общем, в принципе, она меня устраивала. Если бы не одно «но». Она находилась в 20 минутах езды на автобусе от ближайшей станции метро. А от метро мне приходилось бы ездить в колледж еще несколько остановок. Я подумала, что нет, это не мой вариант. Лучше я поищу комнатку поменьше, но которая будет рядом с метро. Чтобы мне не тратить огромное количество времени на то, чтобы добраться до колледжа и уехать из него домой. Эти поездки по полтора часа, если честно, очень сильно выматывали меня. После колледжа, после пяти часов английского языка в школе, я просто вот такая вот ехала домой в транспорте. И старалась хоть немножко как-то поспать, отдохнуть и не проехать свою остановку. Так, прошла неделя моих поисков. Параллельно я еще пыталась найти работу, которую, кстати, очень тяжело мне было найти. Проблема была в том, что у меня было всего 10 официальных рабочих часов, в которые я могла работать как студент. На 10 часов в неделю меня никто не брал ни в паб, где я могла бы работать пару смен, ни в какой-нибудь общий пид, просто даже мыть посуду. Никуда не брали. Никому не хотелось париться с тем, чтобы оформлять человека на небольшое количество времени на работе. Поэтому да, с работами у меня была проблема. Я буду об этом тоже рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. В итоге наступили выходные. Мы с мамой начали снова копать и искать новые варианты. Варианты я искала на сайте Гантри. Перебирала районы, которые меня более-менее устраивали. И, естественно, самым главным важным фактором для меня была цена. О том, какие факторы важно учесть при выборе жилья в наем, я рассказывала вам в предыдущем ролике. Если кому интересно, смотрите здесь. Я обзвонила несколько вариантов. Мне перезвонила девушка по имени Айрис. Предложила посмотреть ее комнату тоже в районе станции метро Сосфилдс. Это район Мимбелдона и Вонсфорда. Мы с мамой опять же-таки направились в ту сторону. Эта девушка нас подождала. И мы посмотрели комнату. Комната была чуть-чуть побольше, чем предыдущая, которую я смотрела за 90 фунтов. Светлая, чистая, кровать, шкаф, полка книжная, столик и комод. Тесновато было, но мы так с мамой обмозговали и решили, что если сделать кое-какую перестановочку, то получится неплохо и я смогу там жить и вместить весь свой багаж, который я уже имела на тот момент у брата в доме. Я оставила залог 200 фунтов и мы договорились с девушкой, что остальную недостающую часть переведу ей на счет. И на следующий день я уже могла заехать в эту квартиру. Я купила в Икее стол и стул, чтобы у меня было рабочее место, где я могла готовиться к экзаменам по английскому языку. Передвинули диван к стенке, поставили шкаф напротив дивана. В общем, обустроила свое жилье. Единственное, что не нравилось мне в моей комнате, это очень тонкие стекла. Зимой там было реально холодно. Там продувались окна и чем я не заделывала, все равно было холодно. Даже несмотря на то, что мы периодически топили квартиру вместе с остальными моими соседями. В чем была проблема этого окна? В том, что там окно состояло всего лишь из одного стекла. Больше проблем у меня с комнатой не возникало. Все я уместила, все распределила и спокойно жила в этой комнате. Кстати, я снимала комнату в четырехкомнатной квартире, где жили еще пара поляков в одной комнате и два индуса по разным комнатам. Поляки были очень тихими, я их практически никогда не видела. Один индус постоянно работал, я его тоже практически никогда не видела. А за стенкой у меня жил другой индус, который был бизнесмен и свой бизнес вел из дома. И каждое утро он звонил своей семье в Индию в пять часов, в шесть часов утра и по часу, по два очень громко разговаривал. И за стенкой у меня все было слышно и это очень сильно меня напрягало. А в принципе сама местность, где находился этот дом, была очень тихо, спокойно и по утрам красиво пели соловьи на дереве, которое стояло рядом с моим окном. Кроме этого, рядом с моим домом буквально в двух минутах ходьбы находился Вимилдон парк. Это огромная территория, там и футбольное поле, и какая-то детская рекреация, и даже небольшой гольф в поле, и озеро, и уточки. Все это я любила, практически каждый день туда ходила. По утрам я выходила на пробежку, оббегала весь парк, кормила уточек заодно по пути. В общем, мне очень нравилось проводить там и утреннее время, и по выходным. Я часто выходила туда на пикники. Там даже есть огромные розари, иногда плавают парусники, там какой-то яхт-клуб или какая-то школа находится. Но о Вимилдон парке, о Вимилдоне я буду скоро рассказывать, поэтому эту тему сегодня пропустим. Помимо этого, так как это Вимилдон, летом там всегда проходил чемпионат мира по теннису, и огромное количество гостей приезжало вот в этот Вимилдон парк, и там стояли очереди. У меня брат тоже так стоял очередь, и меня заразил тем, что пошли-пошли, говорит, посмотрим. Но тогда, когда он прошел эту очередь, я не успела к нему попасть. Но зато мы ходили с другом, фотографировались там во всех этих воротах с ракетками и так далее. Тоже было интересное время. А однажды я посетила этот чемпионат, я попала на первый корт, выиграла очередь на билеты и выкупила два билета. И мы посетили этот чемпионат с подругой. О том, как выиграть билеты на Вимилдон, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. А также я там встретила свою первую зиму. И в 2012 году там выпало огромное количество снега, буквально на 3-4 дня. Но дети даже в этом Вимилдон парке смогли покататься на санках и слепить снеговиков. И так как озеро замерзло, я ходила туда ежедневно подкармливать уточек, лебедей, чаек, потому что они не могли даже добыть себе еду со дна озера. Или найти где-то на поверхности, так как все заволокло снегом. В итоге я прожила в этой комнате практически целый год. На тот момент у меня уже была работа в Main People. Я была репортером и пару-тройку репортажей в месяц снимала, тем самым покрывала часть расходов. Ну а вторую часть я брала уже из своих запасов. На питание я тратила очень мало денег. У меня уходило 10 фунтов в неделю. У меня было четкое распределение бюджета, потому что работы на тот момент все еще не было. Main People это была репортерская подработка, которая мне приносила 200-300 фунтов в месяц. Я даже не могла покрыть полностью аренду своего жилья, так как жилье, кстати, стоило 90 фунтов в неделю. А месяц-то состоит не из 4 недель, а из 4,5. Поэтому мне приходилось платить где-то 400 фунтов в месяц. Плюс еще за зимнее время, так как мы немножко подтапливались с соседями, я доплатила за 3 месяца 150, по-моему, фунтов. Что могу сказать о самом районе? Район очень тихий, спокойный, но выходить туда по ночам я бы не порекомендовала никому, потому что у меня было два случая. Про один я вам уже рассказывала. Как на меня чуть не напал маньяк, когда я возвращалась с Галла концерта русского балета. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Но, слава богу, все обошлось. А вот мой сосед, который жил за стенкой Индус, на него тоже в 3 часа ночи он откуда-то возвращался. И прямо у нашего подъезда напали, избили, обокрали. Отобрали телефон, кошелек и все кредитные карты. Поэтому по ночам я бы там не рекомендовала ходить. Но если вам нравится спокойствие, я бы сказала, что там такая обстановка, как будто бы ты в деревню приезжаешь. Птички поют, цветочки цветут, все тихо, спокойно, зелено, солнышко светит, все сидят по домам и практически никого и не видно. Кроме того, так как это была станция метро Сосфилдс, там как раз-таки такие дома находятся отдельно стоящие, где в принципе негде было расположить крупный супермаркет. Поэтому там находятся только локальные магазины, в которых не всегда есть те продукты, которые вам нужны. Поэтому мне приходилось ездить две остановки до станции метро Вимбилдон, где я закупалась едой. Или ходить пешком в другую сторону, в район Вонсфорд, сити-центр, где тоже были какие-то супермаркеты. Но туда не ходил никакой транспорт, если только на перекладных каких-то автобусах. Потом постепенно в течение года у меня съехали поляки, туда заселилась англичанка с парнем. А рабочий индус съехал и туда заселилась венгерка. С ними мы достаточно интересно общались. Они помогали мне изучать язык, говорили какие-то новые слова. Я запоминала, спрашивала перевод. В общем, как-то пытались общаться. Кроме того, у нас было дежурство по графику. Каждую неделю одна комната должна была очистить кухню, ванную и туалет. И общие какие-то территории, то есть коридор пылесосить и так далее. Конечно, было сложно отмывать после мужчин, которые дежурили перед тобой. Потому что они так просто слегонца что-нибудь протрут, пыль и все. А жир на кухне, допустим, на столах никто и не отстирал. Но я, конечно, старалась держать все в чистоте. Но, в общем, убираться за другими не очень приятно. Поэтому, когда вы снимаете жилье, учтите этот фактор. Периодически к нам приезжала мама, но она не могла жить у меня в комнате, потому что она приезжала на 2-3 недели. А когда ты снимаешь комнату, а не отдельную квартиру, тогда ты должен, во-первых, всех соседей предупредить, а во-вторых, предупредить своего лендлорда, то есть владельца квартиры. И вот владельца квартиры не разрешала оставаться гостям более чем на неделю. Поэтому мама жила у брата, иногда она ночевала у меня. А под Новый год ко мне приехала подруга как раз-таки на неделю. Я договорилась с владелицей. И мы с ней справляли в этой комнате Новый год. Точнее, мы отметили его заранее и пошли уже на набережную Темзу смотреть новогодний фейерверк. Как попасть на новогодний фейерверк, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И также мы с ней очень много ходили по городу, фотографировались, делали фотосессии, она мне, я ей. А дальше я уже съехала с этой квартиры, когда нашла работу в качестве хаускипера. Я уже рассказывала, это уже так получилось, что эта работа была у индусов. Но эти индусы учились в Оксфорде. Они говорили на чистом академическом языке, без какого-то индийского акцента. И эта комната, которую мне выделили в их доме, была чуть побольше, чем моя предыдущая. Но там также умещалась кровать, шкаф, стол, немного мебели. И их дом находился в 15 минутах ходьбы от моего колледжа, где я продолжала обучаться английскому языку. После колледжа я приходила домой и работала. За комнату я уже ничего не платила. Плюс мне доплачивали 120 фунтов в неделю за работу по дому. И иногда я работала с их дочками, которые были в этой семье. Ну вот пока и всё про районы, где я жила, и про мою студию, которую я снимала в последний год своей жизни в Лондоне. Я тоже буду рассказывать очень скоро. Ждите новых роликов. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.